Всем привет! С вами Анна Утешева. Сегодня расскажу про первую книгу из серии книг Дневник Сила застрявшего в Майнкрафт. Что значит сейчас для нынешних детей Майнкрафт, не мне вам рассказывать. Если у вас есть дети школьного или подросткового возраста, наверняка от них вы слышали не раз. Множество детей сейчас играет в эту игру. А что делать, если ребенок любит Майнкрафт, но не любит читать? Вот вам ответ. Эта книга написана в стиле дневника, оформлена в принципе тоже соответствующе. Есть странички для творчества, но в основном это короткие главы. Каждая глава посвящена какому-то дню. Моему сыну понравилось, читал с удовольствие. Поэтому жду возможности купить продолжение. Покупала эту книгу, как ни странно, в фикс-прайсе всего за 150 рублей. В интернете, в разных интернет-магазинах она стоит гораздо дороже, поэтому буду стараться вылавливать эту книжку в магазине. Хотя в городе у нас встретила эту серию только в одном фикс-прайсе и взяла на пробу. Очень жалею, что не взяла несколько книг сразу, потому что там были первая, вторая, третья и четвертая. Но я не знала, зайдет или нет. Книжка нам зашла. Читать ребенку хочется. Правда, читали мы по очереди, но для летнего чтения легкого, которому ребенок будет посвящать свое добровольное время, то есть читая с удовольствием. Я думаю, в принципе, без разницы даже, что читать. Но здесь персонаж попал в игру. Обычный мальчик, которого засосало в Майнкрафт, и теперь он должен там выжить. Сюжет интересный. Не знаю, чем-то мне напоминает Джуманджи или Героев Энвила, но здесь немножко другое. Специфика майнкрафтовская. Поэтому фанатам игры, думаю, понравится. Пишите в комментариях, как относитесь к Майнкрафту в целом и считаете ли нужно покупать подобные книги. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok